Шесть лет назад была идея такая. Я учусь делать одну модную мужскую стрижку, на пьяных вечеринках это объявляю и кого-то застригаю. В итоге один раз я подстриг своего друга Ванька, оператора под нолик, и на этом эта идея была отложена. Но в начале этого лета я снова решил научиться делать одну стрижку и обратился к своему дружище Стасу Барберу. Но тут Стас и пацаны со студии решили, что взамен я должен научить Стаса делать одну татуировку. И это все должно быть шоу. Пять занятий и один экзамен татуировка и стрижка. Всем доброе утро. На часах 9 утра. Мы с просони. Студии татуировки забитые. И начинаем. У нас Стас в гостях. Привет. Но Дима Стэд придумал правила, чтобы добавить азарта в это шоу. Так что давай послушаем. Этого шоу не может быть без наказания. Если ты запоришь татуху, а ты запоришь стрижку, то вас ждет стопроцентный трэшак. Именно вы выберете всю кальность татуировки и место нанесения. А прическу я уже выбрал. Это будет полный трэш. Это будет хуже, чем нолик. Это будет как у Прусикина чубчик. И надо будет с ней проходить месяц. Ясно вам? Я-то согласен. Но почему все по поводу проигравшего? Давай победителю добавим десятку. И пусть он тратит на все, к чему стоит его, лежит душа. Десятка победителю? Да. А проигравшему? Сами уже слышали, что начинаем. Единственное, как-то отвратительно все выглядит. Давайте немножечко поменяем здесь. Фух. Ну вот так мне больше нравится. Отличное начало первого обучения. У нас умерла петля. Вчера она зависала. Вот видите, да? Никаких движений. Поэтому бюджет роликов увеличивается на цену вот таких вот петель. Короче, не знаю. Сейчас будем проверять и непонятно как. Не на стороне моего обучения. Понимаете, да? Типа проиграть должен я. Минус петля. Итак, Стас дал мне домашнее задание. И я его выполнил, смотри, на 50%. То, что ты мне сказал купить, приобретено в пакете Дикси. Та ли голова? И почему она женская? Мы вроде как должны обучаться на мужские стрижки. Слушай, да без разницы вообще женская нет. Главное, чтобы волосы были. И опять же, длина на данный момент это скорее приятный бонус. Потому что тебе нужно сначала обучиться, во-первых, правильно держать ножницы. Правильно делать срезы. Срезы бывают разных видов. И, соответственно, тебе удобнее будет делать это на длине. Постепенно, пока мы будем обучаться, вся эта длина будет все короче, 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 короче. Дальше как раз мы будем учиться именно машинкой уже делать всякие. Почему она стоит 1300? Длинноволосая дама. Это же, наверное, волосы не настоящие. Ну, это кониколон. Да, то есть не натуральные. С натуральными волосами бошки стоят сильно, ощутимо дороже. Ну, на таких волосах учиться можно. Да, да, можно, конечно. А это катачи. Вопрос сразу же. Филировочные. А вот эти, как называются? Прямые. Ты, наверное, вначале подумал, что я лузер в стрижке, да? Но я знаю, что вот так надо держать их. Только пальцы опусти на полотно. Вообще, мне просто вчера в магазине, когда я их покупал, мне сказали, что надо проверить ножницы. Дали мне волосы, чтобы я проверил острость. И я вот взял вот как мне удобно. Мне бы удобно было так. Но оказалось, что надо так. Теперь посмотрите, я как этот, как имбецил. И вы думаете, что я научусь стричь, если я ножницы держать не могу. Перед покупкой, если вдруг вы тоже решите научиться делать одну стрижку, как я, надо их проверить на острость. Это 5,5. Размер, который ты сказал мне купить. 5,5, смотри, это размер полотна. 5,5 это вверх. А почему палец у меня вот так? Он не входит до конца. Он и не должен до конца входить. Но по факту ты можешь уплотнительное кольцо вот здесь вытащить, и палец зайдет глубже, если надо. А, это внутри резиночка, да? А, да, смотрите. И тогда палец глубже. Это для тех, у кого поменьше пальцы или побольше? Скорее просто вопрос удобства. Некоторые вообще почти не засовывают пальцы туда. И получается бюджет моего первого дня обучения 1300 голова и 3800 ножницы. Итого 5200. Ну и плюс, минус на 5100. Ну 1300 и 3800. Какой бюджет должен быть на первое обучение? Или ты мне какую-то дал поблажку? Если исключить петличку, если брать максимально бюджетный вариант инструментов, которые нужны для прям вступления в профессию, скажем так, больше для обучения, это в районе где-то 18-22 тысячи. Ну, то есть понятно, что нынче в силу ситуации, скорее всего, цены будут больше, но в целом где-то в районе 20 кусков, я думаю, должно хватить. Это машинки, скорее даже машинка, фен, расчески, ножницы, башка и куча всяких мелочей. Ты дал мне поблажку, потому что я буду пользоваться твоим студийным типостом. Да, да. Но ножницы должны быть типа лично мои. Да, это в любом случае, потому что тебе нужно именно прям к ним привыкать, чтобы у тебя рука прям вот под них была заточена, скажем так. Раз теперь я счастливый обладатель ножниц, то как будто бы я уже хотя бы чуть-чуть барбер. Да, чего нет? Что знаешь про татуировки, кроме того, что они на тебе? Есть одна короткая история. Когда-то очень давно я делал татуировку, если это можно так назвать, три полоски буквально, но я был сильно пьян. Поэтому, в принципе, ничего я про татуировки не знаю. Давай начнем. Первое. Все про иглы. RL. Round Liner. Контурная иголка, где куча иголочек в пучке стянуты. Для плотных полос, но этой иголочкой также можно красить, либо делать точки. RS. Round Shader. То же самое, что и RL, но только пучок раскрыт. Лично я этой иголочкой делаю жирные полоски. Раз пучок раскрыт, то она менее травматична, поэтому ей можно закрашивать маленькие детали. M. Magnum. Игла для покраса плотного и теней. Два ряда игол и углы не закругленные, в отличие от следующей позиции. RM. Round Magnum. То же самое, что и Magnum, но только углы завалены. Менее травматична. И основная иголка у всех татуиров. Думаю, что и твоя будет основная. И F-flat. Зашифрованная позиция, которую сейчас нигде не приобрести. Олды вспомнят. Это как Magnum и Round Magnum, но только один ряд игл в напайке. Для пиксельности. Или для модных инстаграм видосов, там где делают такие на лепесточках полоски. Сразу много полосок одной иголочкой. Это flat. Цифра, которая написана на упаковке, к примеру, 9RL или 11 Magnum или 15 Round Magnum. Это обозначает количество иголок в пучке. Если 11 Round Magnum, то там 11 иголок в этих двух рядах. Опускаемся на второй уровень инфы про иголки. Берем все эти позиции, смотрим в пучок и понимаем, что он состоит из маленьких иголочек. Есть 0,25, 0,30, 0,35, 0,40. Это толщина одной иголки в пучке. Ну и все эти позиции иголок еще отличаются друг от друга заточкой. Короткая заточка для более традиционных точек, чтобы пробивала кожу и была жирная точка. Есть длинная заточка, чтобы еще тоньше была точечка при проколе иглы. Получается, реалисты выберут потоньше в пучке иглы и длинную заточку для пиксельности. А традиционные пацаны возьмут 0,35, толщину иголок в пучке и короткую заточку, чтобы было все прям поплотнее. Ну и хочу поделиться советом. Думаю, немногие знают, что все иголки заточены. Когда вы берете новую иглу, мы вскрываем ее и проверяем вот таким образом через свет. И видим, что она до такой степени острая, что кончики у нас не блестят. И небольшой эксперимент. Смотрите, на расстоянии 10 сантиметров я не кидаю, я просто отпускаю иглу. Ну а теперь мы взглянем через свет на кончики и видим, что они блестят. Это значит, что игла уже затупилась. Это для тех, кто любит экономить краску, думает, что она очень дорогая и со дна берет и бьет иглой в дно. Теперь представьте, что с вашей иглой. Дим? Да. Вопрос есть? Ну-ка. Ты их не ронял? Ножницы? Да. Нет. Я сегодня только достал их из чехла. Есть маленькая засечка на них. И это плохо? Ну, это, типа, не сильно приятно, но в целом, типа, поскольку засечка не такая лютая, на обучение это никак не скажется, но как будто бы, возможно, их бахнули в магазине до или что-нибудь вроде того. Так, я купил те ножницы, по ссылке, которую ты мне прислал. Получается, ты меня по ссылке уже заскамил. Ты все делаешь, чтобы я не научился делать стрижки. Короче, один из важных моментов – это подгонять форму стрижки под форму лица. Есть овал, то есть, ну, это образно абсолютно, идеал, типа, да, под любую стрижку формы лица. Есть квадрат. Моргенштерн. Типа того, да, с такой выдающейся челюстью. Есть треугольник – это когда она сужается к низу. Такой чуть более женственный вариант. Женственный – неправильно, наверное, в барберинге говорить. Ну, вы поняли. Более женственная форма лица. Ну, да, образно, да. И, соответственно, круг. Ну, тут два варианта. Бывают просто круглые, достаточно лица сами по себе, именно по форме. Бывают просто щи разрастили тут по-разному. Меня кореш Юрашвили. Юра, прости, если ты смотришь, что это идет. И вот здесь самая важная фигня. Любая, любая вообще стрижка мужская, какая бы она ни была, она строится всегда от квадрата. То есть не от лица, от формы лица, от квадрата. От формы стрижки квадрат. Вне зависимости от того, у тебя удлиненная стрижка, либо неудлиненная, то есть по бокам длинные волосы, сверху длинные, либо наоборот, они должны быть короткие. Да? Неважно. У тебя форма строится именно как ты ее простригаешь. От квадрата. То есть из изначального построения квадрата по стрижке ты можешь вывести все это дело, то есть всю стрижку, в любую форму, под любую форму головы. Я должен изначально определять форму лица людей. Да. Теперь смотри. Так, подари. У тебя какая? Ну, присмотрись. Борода мешает немного, да? Ну да. Но у тебя женственная, вытянутая вниз. Ну нет, не совсем, смотри. Борода мешает, потому что борода визуально тебе начинает казаться, что под бородой она сужается. На самом деле нет, она идет просто ровно. Ну ты ж, у меня по факту овальное лицо. У тебя чуть-чуть оно сужается. Овальное типа у тебя первое. Да, да. У тебя на самом деле тоже общая форма лица, это овал. То есть у тебя резкого сужения нет. Короче, мы эти, мы классика. Собственно, к чему все это? По-хорошему из каждого вот этого типа лиц нужно сделать, образно говоря, овал. То есть привести его к овальной форме, то есть к форме, которая прям идеальна. Короче, если ко мне приходит Ким Чин Ын с круглым лицом, то я ему должен нарастить волосы, чтобы он не выглядел круглым. Только чуть более нормально, чем у Ким Чин Ын. Есть прямой срез. Ты делаешь его, грубо говоря, по отношению к пряде под углом 90 градусов. Есть point cut. Это зубчатый срез. Так, давай на русском только. Потри, я тебя перебиваю. На русском, пожалуйста. Зубчатый срез. Зубчатый. Зубчатый срез. Его ты делаешь, соответственно, под углом приблизительно 45 градусов к пряде. Есть slicing. Это когда ты... По-русски. Скользящий. Скользящий срез. Это когда ты делаешь срез так же под углом, но при этом у тебя ножницы проскальзывают прям по волосам. В татуировке типа VIP. О, кстати. Я выпил третий кофе, и меня начинает поддергивать. Как я... А я сегодня буду это делать? Да. По-моему, это ты и будешь делать. А я предупреждал, что, скорее всего, пальцы будут покоцаны. Ну, как это? Ты меня не предупреждал. Я Стасу дал перед самым началом небольшое домашнее задание. Он должен был определиться, в каком направлении татуировки он хочет работать, какая итоговая у него будет татуировка. Именно не какой дизайн, а какой стилек хотя бы. На что, на кого он хотел бы быть похожим, с кого не воровать, а с кого вдохновляться. Поэтому я попросил его подписаться минимум на пять татуиров, те стильки, которые ему нравятся. Расскажи, что за пять мастеров и какой стилек в итоге мы будем делать. Самый значимый из всех – это Дерек Нобл. Что за дядька? Крутой дядька. И здесь должна быть идеальная вставка рекламы VPN, как сейчас все рекламируют. Слушай, ну это прям классный дядька. Такой олдскул, не отрадывай, такой прямо трушный. Стас, ты обратился по направлению. Я тебя научу делать классные, стилевые олдскульные татуировки. Если я его круто научу и в итоге он сделает крутую татуировку, но я подстригу говена, считается, что я проиграл? Ну да. Перед тем, как мы начнем обучение на искусственной коже, я должен Стасу объяснить, как и для чего мы собираем рабочее место. Первое действие – это мусорный пакет в ядро. С этого начинаем. Потом мы берем рабочий столик. На нем мы будем держать все необходимое, и мы его должны обработать. Это средство против ВИЧа, туберкулеза, сифериса и всего остального, оно не убивает, оно только приостанавливает действие. В конце рабочего дня мы место точно так же обрабатываем. А тогда зачем мы сейчас его сначала заливаем и обрабатываем, а потом еще стретчем, заматываем? Потому что, первое, вы же не знаете, какой ВИЧ-инфицированный трогал этот столик, пока вас не было. А второе, ну, стретч-пленка – это не металл, она имеет функцию рваться. Тяжелее заразить следующего клиента, нежели заразиться самому. Понимаю, что, наверное, неприятно об этом говорить, но надо беспокоиться о себе и о твоих гостях. Ну, понятно, дело. Поэтому мы обрабатываем все то, до чего мы можем дотронуться, и то, что может быть инфицировано. Ну, я Стасу все объяснил, и доходит дело до машинки, и Стас напоминает мне, что он левша. Посмотрите, что я сделал. Я типа сделал под правую руку, а если мы вот это перемещаем под левую руку, то у нас получается колпачок вот здесь слева, и надо будет тянуться туда. А это не просто неудобно, это время. Почему мы именно так собираем рабочее место и все вот складываем ближе сюда, чтобы делать минимум движений? Вот я тяну кожу, держу ее, налил, провел, набрал, точнее, провел лишние движения, лишнее время в сеансе татуировки. Мой косяк, Стас, сорян. Ну, надо попробовать индукции, потому что индукция – это классика, и самые плотные и быстрые полосы получаются исключительно индукцией. Почувствую себя динозавром. Держачок. Я у всех спрашиваю, полегче или потолще, но у меня все грязные, и я их просто замочил, и они, ну, короче, у меня один чистый остался только толстый, жирный и тяжелый, поэтому у тебя нет выбора. Держак, он многоразовый, его я буду стерилизовать. Да, я понимаю. За него мы держимся. И все, в работе ты начинаешь забывать, что есть что-то, вот есть вот эта часть, ты за нее трогаешь, вот ты ее положил, все, больше никак. Так, вот у тебя рабочее место, машинка может лечь вот сюда. Что если ты вот так возьмешь грязными перчатками, машинку мы не можем отстерилизовать, и машинка летит в помойку. Ну да. Понимаете, да? Схватишься за машинку, ты проиграешь сразу же, понял? Ну и обучение мы проводим на искусственной коже. Я перетестил все виды кож, которые есть, и выбрал именно вот эту, она потолще. Но мы сегодня не пеном работаем, а вообще я работаю пеном, и вам советую тату-наборы от забитых, в особенности тату-набор с пеном. Ссылочку найдете в описании, и по промокоду ZBT получите бесплатную доставку из магазина прямиком к себе домой, в наборах есть все необходимое, чтобы начать делать татуировку, и чтобы делать татуировку. Все в описании. А мы начинаем. На данный момент тебе нужно привыкнуть вообще в целом просто к волосам, и научиться выделять именно как раз зоны. То есть топ-зону, макушку, затылочную зону, височную зону и так далее. Сейчас в процессе буду тебе объяснять. Сначала, естественно, всегда мочим волосы. Давай, я тебе, допустим, показываю одну сторону, ты на второй стороне делаешь все то же самое. А что у нас в спрей батле залито? А-а-а. Что-то приятное. Там внутри хайртоник. Это штучка, которая немножко смягчает волосы, и в целом волосы становятся более податливыми. Я не уверен, что это настолько же хорошо работает с искусственными волосами, но в целом должно. Еще важный момент, когда ты работаешь именно с клиентом, видишь, я же сейчас просто поливаю вообще как не в себя. А-а, ты не должен его типа скамить в лицо. Да, да, ты же прикрыл, погнал. Так, я думаю, что зрители уже должны выбирать, кого из вас я буду на экзамене стричь, а он будет делать татуировку. На, держи. Вторую сторону все точно так же. Должны быть такие же мокрые, ощутимо мокрые, как с этой стороны. Как я выгляжу? Уже как-то по-другому. Обратил внимание, я начинаю чесать, допустим, если ближе к затылку, на лицо в любом случае не попадет. Ты прям чешешь и, прочесывая прядь, ее мочишь. Ага. Все, я понял. Так, ну мы должны назвать как-то мою голову. Я предлагаю Эрика. Такое порнушное имя. Но наша Эрика, которая работает в студии, может обидеться. Хотя я ей говорил, что ее имя ассоциируется с каким-то запрещенным фильмом. Напишите в комментариях, кстати, как мы можем назвать мою голову. Здесь чуть-чуть приподними, видишь много сухих. И прям, прям в саму бошку пулей. Теперь мы определяем, как выделить именно топ-зону. Самый верх. Да? Блин, ты так круто это делаешь? Ты даже причесываешь круто. Дело привычки. Вся топ-зона, соответственно, начинается, где краевая линия волос. Есть уголки на естественном росте волос, вот здесь примерно, от которых ты будешь идти. Тебе нужно сделать именно прямую линию до примерно вот этой точки. Бам. у тебя получается кайфовая вот здесь линия, соответственно, ты можешь убрать вот эту зону. Вот я взял и веду ровную полосу. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. И что дальше? Кайф. Поднимай теперь, смотри, вот эту вот придерживаешь, а расческу просто введи вверх. И у тебя все волосы начнут, видишь, собираться. Вау. Огонь. Голова только падает. Вы уже думаете, кому я буду делать стрижку, смотрите. Ну, типа, сделать пробор у меня получается. Тебя нужно будет выделить полностью с обеих сторон топ-зону, ее зацепить вот такой вот хреновый. Сейчас я один раз тебе покажу, как это делается. Можешь палец сюда положить на расческу. Ведешь. Бам. Это все убрал. Подхватил волосы. И взял, получается, вот эту половину. Взял ее за волосы. Берешь так же вторую сторону, пока эту держишь. И таким же образом погнал. Провел линию до вот этой точки соприкосновения. И вот этими двумя пальцами, то есть у тебя вся рука держит волосы, эти два пальца собираешь в порядку. Оно у тебя на самом деле будет происходить по наитию, потому что по-другому тупо держать неудобно. И убираешь. Соответственно, какие-то там маленькие пучки подцепил. Здесь все вычесал. Топ-зона готова. Собираешь ее расческой. То есть, видишь, они когда мокрые, нормально протягиваются. Сухие, они типа чесались бы прям фигово. Немножко их скрутил. Взял вот эту вот штуку. Зацепил. То есть, ты цепляешь ее внутрь и сверху. Готово. Топ-зона у тебя выделена. Ну, то есть, соответственно, в теории ты можешь работать где-то вот на этой части, не трогая эти волосы. У тебя задача именно вот эту вот так называемую. Ее называют подкова. Тебе нужно ее выделить, всю вот эту подкову. Смотри. Она сразу тебе вот сюда. Зажимчик, чтобы ты, получается, схватил волосы и типа такой херак, да, поймал. Вот, кайф. Отсюда и веди. Точнее убрал. Приподнял. Да, подцепляй теперь пальцем. И взял ее за волосы. С этой стороны точно так же. Линейка есть, чтобы это сделать ровно? Забыл вычесывать весь топ, чтобы он у тебя нормально лежал. И сразу перехватывай сюда. Все, роняешь прядку вперед. Смотри. Так. Тебе удобнее было бы с другой стороны. В целом, ты все сделал верно. То есть, подкову выделил, топ-зону выделил. Единственное, что нужно ее вычесывать немножко побольше именно по направлению вверх, чуть-чуть на себя, для того, чтобы максимально плотно собрать именно кичку сверху. Ну, у меня получается. Да? Да, да. У меня получается. Дальше дело опыта. Сейчас, сейчас, я тебе все объясню. У нас собрана машинка, и перед началом мы должны настроить вылет. Я не знаю, с каким тебе удобно работать вылетом. Скорее всего, ты тоже не знаешь. Ну, давай, я сделаю, как я себе делаю. Как я всегда делаю. Я вот, смотри, вытаскиваю чуть-чуть за носик. Как проверить, какой будет на индукции итоговый вылет? Просто нажал на баек. Вот настолько у нас будет. Последняя итоговая точка иглы будет здесь. Правило идеального контура. Машинка 90 градусов. Почему? Потому что вот у нас кожа. Если мы вот так ее опустили, у нас пигмент ровно подается в полосу. Если мы завалили вот так, то мы напихали краску влево или вправо. И у нас будет подплыв или толще контур. Вопрос RL-ки. Из-за того, что у нас стянут конец, мы можем ее немного подзаваливать. RL-ку сильно, когда завалишь, будет царапать. Фигово пробивать, будет углом пробивать. Вот у нас прямая полоса и можем завалить по направлению. Понял? Ну, мы можем провести как бы таким образом. Мы напихаем жестко краски. Можем провести осторожненько, завалить и таким образом. Левая рука. Но она растягивает кожу. Да, да, да. И держит салфетку. Потому что салфетка, когда здесь, ты время не тратишь. Левая рука на искусственной коже, держит кожу и лежит, чтобы мозг запоминал, что рука должна быть здесь. Левую руку растянули. Правую взяли машинку, 90 градусов, вставили и провели. Показываю первую полосу. Вставил и веду. Вначале я поспешил. В искусственную кожу надо вести медленней и, возможно, чуть поглубже. Вот. Сейчас задача попробовать. Ну что, кайфовая полоса, Стас? Как будто бы, да, ничего. Как будто бы я надеюсь, что мы тебя обучим. Стас, сейчас надо сделать очень много полосок сверху вниз. Сразу помню, что это человек, но искусственный. И мы человека не будем вот так крутить. Крутить, да. Не делай, не давай себе поблажек. Давай сделаем все по-настоящему. Ну, это у него просто первая удачевая полоса, которая получилась. Дальше все ужасно. И это тебе, Стас, не пьяным пару полос водить. Да? Ну ладно, надеемся, что на этом мы не прекратим вообще всю идею проекта. Для начала нормально. Да ну фиг знает. Ну вот смотри. Удачно у нас пришел молодой джентльмен на стрижечку. Я тебе покажу, что такое прямой срез, а что такое зубчатый. Выделяем спереди прорядочку. Ты ее поднимаешь на двух пальцах и тянешь под 90 градусов относительно головы. И прямой срез, соответственно, вот он ведется. Прямо по пальцам. Ну, не рубая пальцы при этом. Идешь дальше. Точно так же подтягиваешь. И чтобы определить длину, которая была до этого, может наклонить, видишь у себя вон. Типа те, которые были срезаны. Фига как. И под них срезаешь. Вот, смотри, ты же типа вычесал, нагнул ее. Тебе видно первую прядь. Она называется контрольная прядь. И срезаешь. Все, прямой есть. Типа теперь смотри, что такое point cut. То есть, когда ты их вычесываешь, они у тебя такие как рваненькие немножко получаются. Зубчики. Впоследствии, когда, соответственно, то есть, ты уже типа высушил волосы, потому что на мокрые волосы не очень удобно поинтинг делать. То есть, типа, зубчатый срез. Потому что, видишь, когда они у тебя мокрые, они такими прям перьями лежат. Потому что ты в теории как бы можешь его сделать. Да, зубцами. Но круче делать его, когда волосы уже высохли. Ну, выглядит просто. Для Стаса. После более получаса тренировок у меня получилась ровная подкова. И я начал чувствовать прямую линию в проборе волоса, чтобы сделать эту подкову. Вопрос к Стасу такой. Могут ли волосы бесить барбера? Блин, еще как могут на самом деле. Все, значит, это нормально. Потому что я уже прочувствовал волосы. Я уже хоть как-то их понимаю, но они меня теперь все больше и больше напрягают. В дальнейшем все тренировки твои, которые есть именно по проборам, они будут заключаться в том, чтобы не только саму эту подкову создавать, а чтобы делать разные проборы, разные линии по направлению роста, вне направления роста и так далее. И их также собирать. Например, от центра провел прям до затылка. Вычесал в сторону. Ну, точнее, правильнее сказать даже в обе стороны. И, например, параллельный пробор от макушки до уха. Вот у тебя есть четкая угловая зона. А дальше все то же самое. Собрал волосы в кучу. Закрутил. Защипил. Вот у тебя прям уголок. Впоследствии просто дома будешь тренироваться и делать разные виды проборов, по-разному их собирать, чтобы итог у тебя был ровный везде. Одинаково. Точно так же, как и эту подкову. Короче, с этой головой я надолго. Ну так, да. Сейчас мы еще продолжим занятия, и постепенно волосы у нее будут укорачиваться. Сейчас мы будем разбираться с фактом того, как ты будешь стричь вообще в целом. Берем центральный пробор. Выделили. У тебя вся эта зона разбита на две части. Мало жижи. Мы берем такой вот кусочек, не больше сантиметра. Выделили. Ты его схватил. Забираешь его именно от лица. На себя начисал. Взял вот в эти два пальца. Поднимаешь наверх. И тянешь максимально под углом 90 градусов по отношению головы. Ну, то есть, вот здесь должен быть угол 90. Тянешь, 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 тянешь. О, прям до талого. Вот досюда. И вот это надо будет срезать. У тебя палец, это как ограничитель пряди, чтобы она была типа ровной. И смотри, я тебе на одной пряди покажу. Соседнюю делаешь ты. Срезал. Вторую сторону, соответственно, так же. Ты вот вычесал, поднимаешь под 90 градусов. Фига. Это уже будешь ты срезать. Передай мне безопасно. Нам понадобится расческа, ножницы на полубезопасном хвате. Итак, представили, что мы ее расчесали напополам. Берем сантиметр. Примерно. Ведем. Рву ей волосы. Взял. Собрал. Теперь между двумя пальцами собрать. Как это? Собирай сразу снизу. И тяни вверх. Тяну вверх. Под 90 градусов. Тормознул. Скинул эту. Да. Как ее? Зацепился далеко. Поправляю. Блядь. У меня палец. У тебя хвост улетел за мизинец. 90 градусов, да? Да. Рука. Ну, вот так норм. Во. Вот прям выгляжу, как будто бы правильно подстригу сейчас, да? Да. И большим пальцем. Поехал. Ближе к пальцам. Вот. Прямо у пальцев. Не все срезал. А почему не все срезал? Слабо открываешь полотно. Сдувает так вообще? Ну, вообще нежелательно. И все, теперь просто роняй на бок. Да. Ну, что скажешь? Ну, нормально. Надо просто именно моторику выработать. Сейчас ты делаешь все то же самое, только с последующими прятками. Теперь нам надо научиться соединять полос. Для чего это? Потому что у нас есть, к примеру, плохие места, в которых мы не сможем провести длинную полосу. Могу сказать обычный пример. Я делал девочке кинжал на ребрах. Представляешь, да, какие у кинжала длинные, там, сантиметров пятнадцать были полосы. И они должны выглядеть единым целым. И соединение никто не должен увидеть. Поэтому идем дальше. Соединяем прямые полосы. Все так же, как и ты делал только что полосы. Вставил, введешь. На середине, не меняя скорости, просто медленно вытаскиваешь вверх. Я вставил, введу. И медленно вытаскиваю. И теперь мы растянули кожу, прицелились. Мы точно поняли, что мы попали в эту полоску. Там, где мы начали вытаскивать, там мы медленно начинаем входить. Задача попасть в эту линию. И задача не завалить в право-лево машинку, чтобы не изменить нашу полоску. Мы получаем длинную полоску, и мы не видим соединения. И из-за того, что мы медленно выходили и потом входили, мы это место минимум травмируем. Есть еще очень хороший пример. Давайте возьмем снежинку. Если ты сделаешь раз полосу, два полосу, три, четыре, то в середине у нас будет место, где мы проведем полосу четыре раз. И там у нас, скорее всего, будет болячка. Снежинка как делается? Провел одну линию, и от этой линии сделал остальные линии. Задача минимум травмировать. Тогда у нас максимум, хорошее заживление и итог татуировки. А что тебя так колбасит, Стас? Да я хер его, знаете, я нервничаю. Я что-то переживаю или фиг знает. Что переживать? Надо вставить и провести. Алло. Ну-ка, я веду. Мы тут собрались, не для того, чтобы нервничать. Затаскиваем. Так. Я сейчас расплачусь. Надежда есть, что это получится. Давай, отлично, вышел идеально. Теперь так же войди и сделай незаметно. Дальше будет задача отработать этот контур, чтобы он был ровный. Сейчас давай, нам надо соединить это. Линия ровная. Соединение. Максимально мимо. Ну, хоть что-то. Как сказала Эрика, ну, либо это, либо то. Выбираем ровную полосу. Ну, давай, Стас. Теперь до самого конца, сверху вниз. Стас, не спеши. Вот мне не нравится, как вы все, когда берете тату-машинку, вы начинаете спешить. Сел, все, тебе удобно. Посмотрел, все, отлично. Выдохнул. Я вообще, когда веду контур, я не дышу. Выдохнул. Вставил и провел. Полоски стали поувереннее. Но мы тут одно поняли, что, ну, типа, если бы я делал татуировки левой рукой, то у меня тоже криво получилось. Без разницы, левша ты или нет. Возьми в правую руку и проведи полосу. Давай попробуем. Вы видели, как его колбасит, да? Дим, можешь быстро сбегать за банкой пива ему? Холодной. Да, мне какой-то серьезно. Ну, может быть, это исправит ситуацию. Сейчас мы делаем, по сути, то же самое, только тебе нужно будет простричь вторую линию по контрольной пряди. То есть, соответственно, еще на сантиметр сдвинулся. От низа чешешь наверх. И теперь смотри. Вон она у тебя просвечивает. Да. Но только, видишь, при этом ты ее срезал, она такая хи-рак, а должна быть прямо. Ну, это стилек мой. Я понял. Пока очень неудобно работать и с расческой, и с ножницами. И это нельзя все класть. Так же, как и в татуировке, когда вы колете, у вас бумажное полотенце, которым вы протираете, оно зажато между мизинцем и безымянным. И вот в начале обучения неудобно этой рукой и тянуть, и держать салфетку. Здесь вот точно так же. Смотрите, я вот взял прядь, да? Вот я ее взял. Теперь мне, понимаете, да, как это все тяжело? Теперь в ножницы, вот понимаете, да, это все пихается. Так. Бизинец я отсюда. Теперь я... Вот так вот. Приходите на стрижки ко мне. Все задену. Смотрите, теперь я вывел вверх. Я вижу, что мне стричь. Прячу расческу и делаю идеально прямую. Я хотя бы чуть-чуть выгляжу сейчас человеком, которому можно прийти сделать стрижку. Напишите в комментариях. Вот я пока меня еще снимают, я и сам не понимаю. По ощущениям я уже чуть-чуть барбер. Что? Ну, давайте посмотрим, что получилось у Димы. В процессе я, конечно, заметил некоторые нюансики и детали, которые нужно подправить, скажем так, именно в процессе работы. Но это по большей части дело привычки. Ну, смотрите. Ровненько, но есть немножко волна. То есть это как бы не сказать, чтобы она сильно критична, ее можно исправить пойнтингом. Здесь тоже маленькие хвостики. Но ничего, для первого занятия на самом деле нормально. Потому что все-таки особенно работа с длинными волосами требует к себе особого подхода. Эта штука весьма морочлива. Первый день занятий закончен. Я должен дать Диме домашнее задание. В целом, мы будем повторять все то же самое, что и учили на сегодняшнем дне. Это подковы, все разделения и так далее, крестообразные, все разные. Точно так же простригать вверх по чуть-чуть, чтобы понять, как это стричь. И заодно нужно будет идеально в ровную линию вывести концы, потому что способ стрижки самой мы уже разобрали, как правильно все это простригается, как это нужно убирать и так далее. Соответственно, нужно будет сделать по концам идеально ровную линию. Мне очень интересно взглянуть на твое творение. Жестко. О, боги. Я не знаю, как ты собираешься с Димоном соревноваться, но если ты будешь продолжать в том же духе, то тебя ждет суровейшее наказание, по-моему. Я так скажу, что 80%, что Стас продует. Объективно могу сказать, руки очень дрожащие. А ты клиентов так же стрижешь, такими же руками? Не, меня даже не попросили. Человек вот с такими руками приходит к себе в салон, берет острую бритву и говорит, давайте я вам побрею шею. На самом деле, Стас, я хочу тебе пожелать удачи и порекомендовать держать руку ровнее, тащить за собой контура, чтобы твои полоски были ровными. В целом радует то, что ты хотя бы грамотно все разместил. Это уже первое правило татуировщика, грамотно разместить дизайн на коже человека. Вот. Но пока это был, конечно, экшен. С контурами я там наваял лютой дичи и не знаю, каковы у меня шансы будут сделать ее впоследствии нормально, потому что пять занятий, надо уложиться. Ему тяжело, естественно, он первый раз держит машинку в руках и индукцию. На втором занятии увидите, когда он будет делать те же самые полоски, но ротором. ему будет проще, на руку будет меньше нагрузки и уверен, что полоски мы сделаем так, чтобы полоски эти были ровны. Спасибо вам всем за просмотр. Не забывайте поставить лайк, если вам понравилось это первое обучение. Подписаться на канал не забывайте, если еще не подписаны, потому что сейчас вот это шоу будет входить раз в неделю и получается уже на шестую неделю будет экзамен. Ты, кстати, с экзаменом определился, какой дизайн будет вколот? Да, в целом да, но я скажу к следующему выпуску. Окей, окей. Так, а ты определился со стрижкой на экзамен? Ну, я примерно знаю, что хочу, но еще нет. Так, давай так. Выбирай из этих двух плакатов какую-то стригу. Прямо сейчас? Да. Цените. Степан Голубь почему-то на американском плакате. Я определился. Это будет скамбэк буги. Ну, нет, это нереально. Почему? Ну, потому что морочливая очень. Девушки отдыхают. Спасибо.